Готовить нужно из тех продуктов, которые сохранили эфирность. Эфирность это имеется в виду... Это такая характеристика, которая обуславливает жизнь, жизненность. Нужно научиться выбирать эти продукты. Второй аспект очень важный. Личность, которая готовит. То есть кому вы доверяете? Потому что хорошее самочувствие, здоровье биологическое. Потому что пищу в основном... Я в основном всё время готовлю руками. Поэтому вот через тактильность, через прикосновение мы передаем... То есть перемешивая... Да, раскатать, расшлёпать. Даже руками бывает... Вот блины я вообще всё руками делаю. Мне так проще. Пока я возьму инструменты, мне проще это сделать руками. И третий аспект, конечно, эстетический аспект. Как это подать? Да, ни в коем случае нельзя есть с обёрток, с газеток, из кулёчков, из кастрюли. Даже как бы вы не были голодны. На ходу, перед телевизором. На ходу. Телефон и телевизор – первый враг. Вот у вас здесь замечательные есть фотографии. Это рыба, это любимый мой продукт – рыба и хлеб. Пять минут надо потратить на то, чтобы накрыть на стол, постелить скатерть. Очень многие люди после общения со мной начинают обедать и вообще только за столом на крытом скатерть. А вот это вот тоже интересный снимок. Вот это вот яичница, которая готовится не на сковороде. Ой, это не только яичница. Не на сковороде, а на камне. Есть такой античный способ приготовления. Ну, была тема просто вот такого мини-семинара, который назывался «Античные способы приготовления пищи». Так вот, одним из античных способов приготовления пищи является горячий камень. Горячий камень приводит в восторг абсолютно всех участников. Это нечто, это забава, это наслаждение, это удовольствие. Это такая игра, где люди понимают, что они сами подходят к камню. То есть накрываются продукты, так, ля-фуршетно. Люди берут то, что… Прямо с этого камня выделывают. Да, прямо на сам камень выкладываются любые продукты. Креветки, филе там рыбное, курицы, овощи, можно фрукты приготовить, бананы, например, жареные. И все это сервировать прямо на этом камне? То есть все это будет подогрето? А ну нет, вы приготовляете на камне, а потом перекладываете на свою тарелочку. Здорово. Индивидуально, да, это интересно. Причем он ведь долго нагревается, а потом долго-долго… Он ровно два часа хватает. Отдает это тепло еще, можно готовить. Да, можно готовить. И дезинфицировано огнем, все обработано. Нет, там вообще даже никто не задумывается о том, что там грязно, зола или пыль, потому что наши древние, знаешь, наши предки готовили в печи, на золе, а не было никаких листиков, там, поддончиков, вот, все готовилось прямо на пот. А вынул, обмахнул, это я еще помню, как бабушка у меня раз полотенчиком. Ну там шанишки, такое как-то на все-таки на этом готовилось, чтобы доставать было удобно. А хлеб выпекался прямо на камне. Хорошо, замечательно. Давайте мы, значит, мы коснемся, пока вы вот этим всем занимаетесь, все-таки вашего основного, основной деятельности вашей, то есть изготовления… Детская одежда. У меня сейчас в доме растет маленький человек, внук. Я не перестаю удивляться ежеминутно. То есть, понимаете, ребенок должен постоянно находиться, как бы, в состоянии новизны. То есть все время должно присутствие новизны быть во всем. Да, устроено так… Да, так устроено, он познает, да, он познает мир. Очень ответственный момент. Вообще детство для любого человека, как бы, очень большое значение, очень большое влияние имеет в воспитании, конечно, мать. Это первая личность, которая родила, и первая личность, которая довела ребенка. Как бы, он говорит, до определенного момента. Но наступает, вот у нас тут молоко, наступает момент, когда мать должна уйти куда-то, как бы в тень. И роль отца настолько велика в дальнейшем воспитании. То есть вот личность-то все-таки делают, должны делать отцы. Вот как? Да. А мать на первоначальном этапе, вот когда она его кормит, когда она его, вот, можно его так посыпать? Да, да, да. Это мы сейчас готовим кляр, да? Кляр, да. Это яйцо. Ну, вот то, что касается, если вот сказать относительно молока и яйца, яйцо, вот эти продукты. Что же такое живое молоко и живое яйцо? Живое яйцо – это то, которое оплодотворено петушком. Да, 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 да. То есть это вот деревенское яйцо. И почему мы говорим не инфантильный, не равнодушный человек? Ну, вот я нашла человека, у которого я покупаю живое яйцо. Есть такие вот? Есть, да мы же живем как бы это. Ну, в принципе, вот когда мы же росли, у нас были свои куры, ведь это было все… Яйца-то были живые, действительно, они живые? Да. Я хочу обратить внимание, что рыбу, когда вы замачиваете в молоке, ее не надо ни солить, ни перчить. Ну, во-первых, там аджика есть. Да, там просто есть аджика. А вот кляр нужно хорошо посолить и поперчить. Вот вы, интересно, у вас, вот вы когда, говорите, изготавливаете какую-то коллекцию детскую, вы там обязательно делаете… Белые вещи? Да, обязательно делаете белые вещи. Ну, вообще у меня такая любовь к белым одеждам, так скажем. И вы говорите, что все равно покупаются эти вещи? Нет, белые вещи, ну, я не говорю там… Для детей? Для детей. Нет, белое пальто было куплено в моей, как бы, вот, истории один раз. Хотя вещи красивые, дети приходят в магазин, надевают, они просят эти, но мы взрослые не доверяем и недооцениваем ребенка. Вот. Измажется? Измажется, испачкает, порвет, сломает. То есть вы пытаетесь сдвинуть что-то в сознании? Нет, вы знаете, вот в одежде ребенок с 2 до 12 лет в одежде должен, как бы, пережить, может быть, даже исторический костюм, может быть, даже фольклорный костюм. Надо дать возможность выбора вот таких вариантов. Не то, что вот сейчас носят все, а вот у ребенка потребность, как ни странно, может быть, поносить такие вещи, которые носили, например, там, в 19 веке. Как ни странно, есть такое. Ведь костюм, одежда – это такой очень сильный эстетический, как бы, способ выражения себя вовне. И, может быть, вот наряд там, я не знаю, может быть, даже, ну, снегурочки, я не знаю, там, вот он передает как раз на сегодня состояние, то есть ту реальность, внутреннюю реальность ребенка, которая вот на сегодня он. А завтра он будет другой. Вот я как вас правильно понимаю, то есть помимо вещей, которые, как правило, должны быть, у мальчишек, у девчонок, где нужно бегать и прыгать, у них в гардеробе должно быть платье-то какое-то такое вот, которое они должны надевать. Да, для торжественных случаев, и вот какое-то это должно быть. Вот, вы знаете, я ведь делаю там черные платья, и, как ни странно, именно черная одежда самая покупаемая. Удивительно. Многих как-то немножко это страшит, о, черные. Но у ребенка, у него живой взгляд, он настолько чист, априорин, и вот это все как бы не избивает вот красоты-то детского личика и волос, там, и глазелок. А, может быть, даже в отдельных случаях подчеркивает эту строгость и высвечивает. Ну, у девочек, особенно, вот, знаете, возраст такой от 8 до 10 лет, от 7 даже бы я сказала, необыкновенная тяга к таким вот роскошным, бальним, кринолидовым, таким большим юбкам. У меня вот есть несколько, есть такая коллекция, она называется «Эльфы», то есть серия таких платьев, ну, она необыкновенно популярна у девочек. Девочка из подволь всегда мечтает, это социальный, конечно, стереотип принцессы, это же статус-то ведь социума, да. Мечта. Мечта, да, каждый принцесса, и когда девочка вот надевает такое платье, она его поносила. Бывает даже, что у меня вот модели, она два раза его показала и уже потеряла к нему интерес, потому что она реализовалась вот в этой одежде. Вот и всё. Всё, что… Тут самое главное – оживить продукт. Оживить продукт, да. Ну, вот это не горбуша, это кита, ну, это малопринципиально, там небольшая разница. А вот пока у нас рыбка жарится, вот вы как бы назвали сейчас один из способов оживления продукта, это вот, скажем, рыба, вы сказали, любит очень молоко. А вот, допустим, ещё какие-то такие вот примеры. Да, ну, фрукты. Фрукты очень… Ну, птица. То есть фрукты способствуют оживлению, да? То есть если мы готовим… Вот расскажите, пожалуйста, считай. Фрукты – это вино. Немножко у нас тут, по-моему, будет. Чуть-чуть. Ну, приноровиться надо, ведь плита же ведь не своя, дома-то вы на своей готовите. На вашем камне там, наверное, попроще. Ну, на камне мы кляр не пробовали, не знаю. Собственно говоря, после того, как она замочена была и пролежала, скажем, от двух до пяти часов молоки, её можно, наверное, уже и так есть. Да, да. Слушай, она уже, наверное, готова, поэтому тут… Вот я знаю, точно. Важно ещё, что мы едим, и важно ещё, как мы едим. Ну, салат вообще такая замечательная, зелень. Я очень люблю салат. То есть можно просто хлебушек завернуть в листики салата, и всё. Ну, вот зелень – это ведь тоже как бы энергетически… Да. Она способствует оживлению продукта. Вот если мы, скажем, едим, зелени нужно добавлять везде. Красиво на листочке салата. Да. Ещё лимон. Потому что рыба очень любит лимон. Он тоже ведь живой, да? Лимон, фрукты, да, конечно. То есть обязательно, если мы, допустим, готовим мясо, его обязательно нужно готовить вот в сочетании, то, что вы говорили. Да, да, да. Это же являет какими-то зеленью, да, фруктами, черносливом. Сухофруктами, сухофруктами, да. Сухофруктами. Вино полезно добавлять. Вино вообще так украшает, изменяет вкус некоторых блюд. Кроме того, что к блюду уже подаётся вино в бокалах, это можно ещё и как бы добавлять во время готовки, да? Да, да. Очень много рецептов, вот, кстати, в этой книге очень много рецептов именно с добавлением вина. Но добавляете вино не в середине приготовления, а практически в конце, чтобы вот, как бы, красиво. Вино-то очень живой продукт. Это такой, знаете, продукт солнца, злой, лива, лива, лива. Этот вина выдавливает, чтобы поливать и вкушать? Да. А-а-а, как это не надо. Всё. А что из живых продуктов ещё были, как украина, лимона? Ну, скажем, на гарнир, что вы могли бы сделать к этому куточку? Есть. Любую крупу, да, какая нравится, кому как нравится. Хорошо. Возьмём половину муки. Пятьсот грамм. Пятьсот грамм, да. Пятьсот грамм. Пятьсот грамм муки, потому что на килограмм у нас весь рецепт. Ага. На килограмм муки. Вот. Ну и, как вам известно, мы делаем... Да. Круто изделия на быстродействующих дрожжах соф-момент. Я думаю, уже знакомые нашим телезрителям. Вот. Для данного рецепта мы берём полтора пакетика этих дрожжей. Дрожжи очень хорошо сыплются и смешиваются с мукой. Это тоже, я думаю, уже известно. Перемешаем дрожжи с мукой. И пол пакетика мы оставили на тесто. А вот это у нас будет опара. Молока тоже где-то примерно... Молока у нас пятьсот грамм. Да. Пятьсот грамм. Вот. А теперь мы с вами замесим нашу опару. То есть процесс замески теста на кулич – это дело хлопотное, долгое вернее, да, неспешное, вот так скажем. Да, совершенно. Всё это занимало, в старину занимало целый день. Действительно, и блины, и ватрушки какие-то, да, шанги и так далее мы постоянно употребляем. А вот кулич, скажем, пасха готовится только в эти... Да, это домашний артас, апостольский хлеб. Вот тут вообще нужно в просветлённом настроении готовить. Ну, это уже люди готовились, и они... И что, вообще готовить в хорошее настроение, то в данный момент это вообще... Люди выходят из поста великого. Да, и это праздник, знаете, как говорят, праздник праздников, торжество и торжеств. Здесь очень свежая должна быть мука, здесь, а особенно требования к дрожжам, потому что такая сдобность предполагает, должна предполагать хорошую работу. И вот здесь очень внимательно нужно отнестись к качеству дрожжей. Вот теперь мы поставим нашу опару, опять-таки, пожалуйста, разрешите, опять-таки покроем полотенчиком, чтобы она не задувала, не задувала, не охлаждалась, и поставим в тёплое место подойти. Она будет подходить у нас час, может, полтора, но это гораздо быстрее, чем обычная опара. Обычная опара два с половиной, три с половиной часа подходит. Хорошо, значит, на час-полтора отставляем. Прекрасно. Пока у нас опара поднимается, мы времени зря не теряем, мы отделяем желтки от желтков. Да, желтки от желтков. Это тоже необходимое. Одна из стадий подготовки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Так, хорошо. Почему шесть? А потому что в седьмой день он отдыхал. В следующий этап мы будем взвивать наши желтки сахаром. Немножко сахар прилип. Надо будет ложечкой. А вот знаете, сколько ложечки. Сюда, вот так вот, ручкой. Давайте. Привык ты руками делать. Ну, хозяйка так и делает. Вообще все надо делать руками. Иногда жена, по-моему, мужу ругает, значит, руками надо делать. Ну, и что же. Сюда же мы войдем подготовленное масло. Сливочное масло. Растопленное. Растопленное. Сколько его примерно? Значит, по рецептуре растопленное масло 250 грамм. 30 пилитет? 200 пилитет. По-моему, 250, да. Должно все тщательно быть смешанное. Раньше пропирали даже с сахаром. Единая масса должна быть. Да, знаете, по-научному гомогенную. Гомогенная, пышная, нежная. Вот масса даже вот эти подготовленные продукты. В этом тоже есть некий пасхальный смысл. Но как же, Бог еден? Вот. Вот. Ну, теперь мы эту массу сделали таким образом. Так. Это мы тоже будем взбивать или попойки? Белки. Так. Нет, белки у нас пойдут в самом последнем. А, в самом последнем. Тогда мы их отставим. Сейчас мы... Вообще белки охлаждаются. Поэтому ночью, чтобы они были холодными. Ну, а теперь будем, значит, на опаре, на опаре будем делать уже тесто. Значит, наделаем тесто. Так. Ну, посмотрим, как у нас опара. Да. Вот опара готова. О, мужики охнуть не успел. Да. Как у него не было. Она поднялась. Вот теперь, вот на этой опаре, видите, она как... А, да, да, да. Смотрите, она сзреватая. Да, она сзреватая. Она... Запах. Она характерный спиртовый запах. Спиртовый. Спиртовый запах, да. Запах дрожжей. Слева. Она только она и должна. Вышел воздух из нее. Да, газ вышел. И спирт заодно. Тоже вышел. Спирт, ну, улетучивается. Я чувствую, что происходит. Вот. Вот на этой опаре мы будем уже замешивать наше тесто. Прямо в этой же чаше? Да. В этой же чаше будем замешивать тесто. Значит, для этого мы с вами должны будем добавлять постепенно наши жидкие компоненты. Вот. Пока мы можем немножко воспользоваться вот этим миксером. А потом мы же будем еще и добавлять муку. Вот. И так, значит, мы с вами... Ага, вот это... Вот мы с вами замесили. И теперь, теперь мы добавим, добавим нашу муку. Нашу муку. Вот. Это еще где-то с полкило получается. Да. Да, да, да. То есть вначале мы сделали полкило на опару. Потом добавили вот она, когда у нас поднялась, желтки взбитые с сахаром, с маслом. И теперь добавим еще полкило. Вот. Ну и в данном случае мы будем использовать пряности. Мускатный орех, кардамон, ну и ваниль. Для каждого кулича по-своему. Потому что одни не выносят мускатного ореха или кардамона. Другие, наоборот, любят такие. Хозяйка приноравливается к вкусам своих домочадцев. Конечно, конечно. После первой выпечки скажут, хорошо или нет. Как кажется нам, мужчинам, что она приноравливается к нашему вкусу. А на самом деле она постепенно привлечает нас к своему. Да, но ведь это неплохо. Конечно, неплохо. Сначала думаешь, что что-то не то, а на самом деле... Вообще у женщин тонкой организации. Нам-то кажется, что мы руководим и так далее. А на самом деле... На призорный миксер работают. Ну, не удерживают такой благости. Тесто мы достаточно вымесили. Вот посмотрите, оно такое должно быть вязкое. Но обратите внимание на то, что, конечно, очень вымешивать надо тщательно. По крайней мере, ну, минут 20 нужно вымешивать. Собственно, однородная масса. Да, однородная масса. Вот. Уже и пряности пахнет. Поставим это тесто теперь подниматься на 30-40 минут, опять в тёплое место. Мокром его. А потом уже будем продолжать замешивать тесто вот с добавлениями других ингредиентов. То есть, в первом случае, наша опара поднялась, мы на основе её. В какое-то время дождались, там где-то привязал часа, да? Вот она. Час-полтора, да. Час-полтора. Потом мы замесили вот это тесто, став в разём муку. И ещё минут на 40, да? Да, на 30-40 минут. Мы сейчас посмотрим, как она будет. Чтобы она поднялась. А дальше снова идёт процесс. Да. Дальше будем, значит, закладывать изюм, орехи. Перемешаем. И в последнюю очередь белки. Чтобы тесто было лёгкое. Так что подождём. Форма подготовлена. Так, теперь давайте, чтобы у нас изюм равномерно распределился по тесту. А, вот то, что вы говорили, его нужно обвалять в муке. Теперь мы будем распределять. Грецкий орех толчёный? Грецкий толчёный орехи. Орехи тоже могут быть разные. А могут нравиться. Разные абсолютно, да. Разные и разные и толщины. То есть, степень измельчения. Главное, чтобы его равномерно... А орехи, он так же тоже жирный. Он тоже уже имеет плёночку. Конечно. Он беспрепятственно продвигаться в тесте. Конечно. А вот из истории куличей, как они появились, вот этот хлеб? Ну, вообще-то, считается кулич апостольским. Артас, апостольский хлеб, когда впервые апостолы, встретив Христа после его распятия, то есть уже на земле, приготовили хлеба и вместе с Христом уже начали употреблять этот обрядовый хлеб. Ну, вообще хлеб – это часть Христа, вы знаете. Тело Господне. То есть, это целая пресс-фора, которая проставляется всегда, выставляется всегда в храмах, во всех храмах. Это обязательно такой высокий хлеб, высокое изделие. Настоящий кулич, он же к вверху тянется. Это индивидуальная простая форма. А, ну, это не предана такая форма. Конечно, это движение вверх, да. Да, здесь несколько этапов приготовления. Так, ну, вот теперь. Идем. И, может, не десем уже. Ну, вообще, конечно, вот хозяйки руками не кмитят. Наверняка. Да, только, конечно. Так я руками не надо. А руки же... Мы говорили, хлеб вообще, но уж не прикасается к хлебу, да, вот как бы не принято было его ломать всегда. Ну, конечно, преломляли, да. Ну, оно может еще постоять, там, скажем, минут 20, а потом мы будем уже добавлять взбитые и охлажденные белки. Белки-то взбитые с сахаром? Нет, да, это просто взбитые. Можно сахар взбивать, но в данном случае мы сахар взбивали уже в предыдущий раз. Вот, можем белки использовать и сейчас тоже. Вот они-то и должны, и дадут, и должны дать нам вот эту нежную массу. Мне же сейчас уже тесто будет другое. Вот оно сейчас позже, вот то, что вы говорили. Ну, а как же, сейчас оно будет вязкое, и мы его будем брать ложечкой и потом закладывать уже в нашу форму. Форму мы уже подготовили. Вот, так что... Тесто-то ведь тоже специфическое, смотрите, даже вот в процессе его изготовления, замешивания, знаете, вот это некие облака появляются, что-то такое вот. Ну, вот оно уже у нас приобретает ту консистенцию. Опять-таки, повторю, вот тут вымешивание должно быть первое длительное, второе тщательное. Поэтому здесь надо постараться, пока мы доведем до консистенции. Да, было в традициях народных топить баню, да? Именно топить. Да, топить баню, да. О, да, да. Конечно. Вымешивать тесто, ставить опару длительную, причем на всю ночь опару ставить. Ясное такое движение. Ну, у нас быстродействующее многое, да? Да. Но я вам скажу, что качество от этого, ну, не теряется. Как интересно, а вокруг изюмина появляются пузырьки возрастные? Да, так потому что они и будут насыщаться, в них образуются пузырьки, а потом, знаете, как, сам изюм еще даст вкус. Да. Ну, вот уже мы подходим к тому, чтобы тесто было у нас именно куличное. Или именно по консистенции, по форме, и так далее. Формы, вот то, что мы представляем, будем заполнять на одну треть. Потом на одну треть у нас будет подниматься кулич. Вот так вот на одну треть. Потом мы поднимем его, и в печи мы тоже его дотянем. А, да это расстояло? Да, конечно. Вот это и будет. Вот это будет. Но я вам скажу так, что это 30 минут, минимум 30-40 минут должно подняться. Форма предварительно смазана маслом, посыпана... Манной крупой. Манной крупой, да? Проложена у вас еще, вот я смотрю. Да, промазанная бумага. Промазанная бумага. Так, чтобы лучше вам подходить. Вот, и, конечно, очень важно, чтобы мы аккуратно это тесто положили, не затронув его края формы. Чтобы манку эту не сбить, и чтобы потом тесто уже аккуратненько не мало. Оно по ней будет скользить? Конечно. И здесь мы с вами сделаем не только три таких кулича. А потом к заутрину осветить его? Ну, конечно, это уже... А потом разгарляться. Аппетит, это, закусить. А с Богом какая-нибудь обжарь, кусить. С малашкой. Все правильно, все вылил. За подбородочек подержался. А на чувствительность, человеком себя чувствует. Говорит Антон Палтиков. Попекать мы будем при двух температурах. Значит, первая температура это 170 градусов, минут 30-40. А вторая еще поменьше, 150. 170 градусов, минут 40. Потом убавить где-то ориентировочно. 150, еще 30-40. Да, 30, может быть, 40 даже. Наши рецепты читайте в газете «Теленеделя». То есть, видимо, я не вредный был. Нет, вы абсолютно не вредный были. Ну, замечательно. И куличи такие должны быть, такие высокие, сдобные. Ну, вот мы их украсили пудрой, посыпали сверху. А, в принципе, можно глазурью какую-то залить. Да, это любая посыпь. Не возбраняется. Нет, не возбраняется украшение. И раньше украшали освещенный пудрой. Он должен быть освещенный. После заутрени приносится домой со свечой, с украшением, в центре стола. Все это должно как бы символ добра, надежности, достатка. И это великолепно. Да, понятно. Желательно, чтобы этот карп был не мелкий. То есть, там и косточки уже легче выбирать. Да, конечно. Да, и кости мелкие, становятся крупными. И сейчас я расскажу, как его нужно разделать. Вот я вот на маленьком покажу. Да. Голову отрезать, прихватив плавнички немножко. Да. И отрезать хвост. Потому что голова очень хорошо в ухе. Хвост туда же в уху идет. Я сначала делаю маленький надрезик. Вот кожицу надрезаю. То есть, естественно, после того, когда голова и хвост отстегнуты. Да? Делаю маленький надрезик. Потом утапливаю нож поглубже. Упираюсь кончиком ножа в хребет. Так. В хребет. И аккуратненько вдоль хребта делаю надрез. Получается вот такой пласт. Ну, такой небольшой пластик. Вот такой пластиночка такая получается. Да? В внушительных размерах. Вот. Потом, значит, хребет, вырезанный хребет, он тоже очень хорошо идет в уху. Потом начинается самое интересное. А мы делаем комбинацию соль и сахар. Берем две части соли. Две части соли и одна часть сахара. Вот, допустим, ложечка, да? Ага. И вторая. Так. Берем одну часть сахара. Так. Запомнили. Затем. Затем тщательно нужно перемешать. Тщательно почему? То есть я один раз обжегся. Я не тщательно перемешал соль. Ага. И внедрился в дальнейший процесс. Так. Но так как я всегда делал это беспрокольно, я уже смело принес угощать своих знакомых. Потом выяснилось, что кусочек соленый, кусочек сладкий. Слоеный. Кусочек, да. То есть такой слоеная рыба получилась на вкус. Как же этому? Да. Белый, черный, белый? Полосатый. Полосатый. Да, кстати, одна хорошая моя знакомая недавно рассказала, и человек пожаловался, что жизнь... Что-то вот полоса какая-то, черная прошла полоса, и что-то такая затяжная. Она говорит, Илюша, ты неправильно эту полосу переходишь. Ей нужно переходить поперек, а ты пошел вдоль. Это умно. Итак, значит, мы сделали вот этот состав, да? И ровным слоем, вот таким вот, да? Я сейчас не буду кому заделать. Да, это у нас показатель. Ребята, вот на фрагменте, да? Ровным слоем я все это уложил. Солим. Вниз. Переворачиваем на лоток. Желательно, чтобы форма была не намного больше рыбы, потому что сок не растекал. Да, да, чтобы она и закрывала. Чтобы он где-то наполовину был в собственном соку. Вот. Потом переворачиваем, да? И с внутренней стороны точно так же соль укладываем. Все. На этом вся работа закручена. Вниз, посреди, это не имеет значения. Главное, чтобы было прохладно. Угу. Вот. И желательно через каждые 12 часов переворачивать. То есть, если у нас лежала со стороны кожи, да? Мы через 12 часов перевернули руку, чтобы она рассолом была в другой стороне. Угу. Понятно, да? Ну и, допустим, вот килограммовая рыба. Килограммовая. Я думаю, что достаточно суток. Кто-нибудь чуть-чуть мало сол, кто посолонее. Это уже на вкус. Когда, на ваш взгляд, рыба уже засолилась, нужно, во-первых, отрезать пластиночку маленькую. Так. Промыть тряпочкой, просушить и попробовать. Если вас устраивает вкус, значит, вы можете доставать. То есть, тут уже... Промыть ее, значит, промыть тщательно от лишней соли. Вот. Взять чистую тряпочку, чистую тряпочку, намочить ее, отжать лишнюю влагу, аккуратненько завернуть и положить на полочку в холодильник. Ты вот говорил, можно ведь не только карпа таким образом засолить. Да, да. Очень хорошо поддается такой обработке скумбрии. Но я повторяю, что скумбрия, любая рыба, желательно, чтобы она была покрупнее. И, значит, с засолкой мы ясно засолили, положили... Да, и чтобы закончить эту тему с засолкой, значит, я расскажу так вкратце, как я подаю это на стул. Так. Во-первых, удаляются кости. Если вы хотите, чтобы у вас было красиво, и чтобы гости не ковырялись... Не даю, не ковырялись. То есть, удаляются кости. Каким образом? Берется вот в резборной часть, делается надрез, да? У меня такое ощущение, что мы разделали барана. Да, да. Легкий надрез. А потом делаем надрезики, и вот таким образом мы удаляем вот эти вот ребённые. Значит, после того, когда мы вытащили все эти рёбра, делаем надрез. Сколько у вас гостей? Двое, значит, пополам, да? Каким аппетитом? Да. Режем. До... Кожицы. Кожицы. Ага. До кожицы. Кожицы не так просто. До, режем до кожицы. А-а-а. А-а-а. И потом... Очень... А-а-а. И обделяем вот кожу. Да, 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 да. Понятно. Вот таким вот образом. И она снимается. Вот. И она получила уже всё. И потом мы нарезаем пластиночками. Значит, за столкой мы разобрались. Разобрались. На ней тоже до хребта плавно. Угу. Вот таким вот образом. Сделали. Теперь берём элементарно вот помидорочку. Помидорочку. Мне половинки хватит. И делаем вот такие вот эти самые нарезы. Сколько мне хватит, наверное. Потом лимончик. Обязательно к любе лимон. Используйся лимон. Да. Вот берём лимончика. Кусочки можно поливать её соком. У кого как. Кому как нравится, но я вот делаю так. Тоже подпросами вам. Немножко. Вот эти вот штучки. Сейчас ещё с той стороны, наверное, надрезать делать. Она действительно красная. Да, действительно красная. Вот посолим её. И на три слегка. Потом обязательно, обязательно я вот использую специи, всевозможные травки. Обязательно посыпать её над травкой. Всевозможными. Чтобы она значительно вкуснее получается. Вот таким вот образом. Очень просто, быстро. И вот таким вот образом прокладываешь её в эти разрезы. Лимончик. Помидорчик. Вот таким вот образом. Раз. Вот так вот она делается. И в серединку. Туда тоже можно натолкать лимона. Внутрь. Помидорчики оставшиеся. Вот таким вот образом. И зеленушки тоже. Но я даже резать её не буду. Я вот так вот положу внутрь. Есть. Посолил. Всё. Дальше берём элементарно противень. У нас сегодня рыбный день. Элементарно берём противень. Вот так вот её укладываем. И вот ещё сверху теперь заливаем майонадиком. Всё. И ставим в разогретую духовку запекать. И буквально, вот она эта духовка разогрета, 30 минут, и она готова. Вот такой рецепт у меня. Схожа, что это можно делать. Горячо любимый сейчас народом. Вот я, правда, с вами разговариваю. Почему я для тебя открылся? В зиму акватории. Там такие замечательные девушки, они мне всё рассказали. Люди очень любят горбушу. Очень красивше. Так. Так, красивше. Значит, берём карпас. Берём карпас. Он уже промокраден, да? У нас такой сегодня называется «Охотники на привале». Такой разговор пошёл, кто кого. Я делаю, опять же, надрез. С внутренней стороны. До кожица. У тебя было 2 цели. Да. Значит, просолить, там, специи, чтобы туда попасть. Да. У меня ещё дизайн. Да, да, да. У меня нигде дизайна. Значит, в эту, как бы, прорезь попадает соль, то она равномерно распределяется. Туда же можно заложить разрезанные дольки чеснока. Угу. Ну, кстати, в травках везде есть, вот, сейчас специализируется на магазинах, продаётся, вот, вот, обязательно и травка, и специи. Ну, я в этом смысле консерватор, я... Я натурально стараюсь. Постолили, заложили туда чесночок, и точно так же заложили травочку, и закрыли, и закрыли аккуратненько, посылили. Взяли майонез. Вот он. Взяли майонез. Слышные чашечки. Взяли майонез. И... Плин. Травки, вот, в приготовлении рыбы, как, впрочем, и мяса, и многих других вещей, то есть они самые придают вот пиканты. Да, очень вкусно. Итак, у нас всё, всё готово для... Для того, чтобы... Так, как бы... Ну, вот, в принципе, да, два способа приготовления рыбы. Пойдёт, войдёт. Хвост приподнять. Вот так вот. Не страшно? Отлично. Ну и всё. Да, хорошо. Если бы это была бы курица, то же самое можно делать и с курицей. Вот только там ещё подольше надо вот эти косточки все вытащить, тоже так же всё отбить. И сырой. Это называется курица по-царски. Я тогда бы сказала, что это рулет по-царски. Каким делом я должен заниматься? Значит, что мне нужно сделать? Что вот это фарш, который нам необходим для рулета. Значит, нужно измельчить лук, перемешать вместе с фаршем. У нас будет мясо набиваться ещё и фаршем мясным. Фаршем, ещё омлетом, ещё грибами. Ну, я должен сказать, что это роскошное. Можно сыр положить. Роскошное. Ну, так это, конечно, я говорю, если курица называется по-царски, то называется мясная руля по-царски. Это мы отбили заранее. Значит, вот это мы срезаем и отбиваем вот это вот мясо, пласт вот этот, чтобы он был вот такой вот большой. Большой. Всё, вот отбили. Теперь надо посолить, поперчить. Вот видите, какая прелесть. Вот вы боялись, что будете плакать от лука. Вот видите, ничего не происходит. Да, мы сейчас посмотрим. Да, всё. Соль, перец. И очень нежный получается консистенция фарша. Теперь соль. Соль. Перец. Приправы я люблю, значит, я вам уже рассказывала. Паприку люблю очень и помидоры сушёные, знаете, продаются на рынке. Вот это вот обязательно во все мясные блюда очень вкусно. Но у нас тут в этой мельнице заряжен целый коктейль. Давайте я попробую вам вот так вот. Вот так он откроется. Ну давайте. Я вам помогу. А, во-во-во-во-во. Ну хорошо, это всё уже. Тут всё есть. И мускатный орех, и паприка, и всё-всё-всё. И травки. Достаточно? Да, вполне. И сюда. То есть нужно это всё сделать с двух сторон. Да, да, да. Теперь надо бы ложечку, и ты уже посолить нам фарш. Посолить. Давайте. Ой, много. Достаточно? Да, многовато. Так, и... Перчить надо? Перчить, да, чуть-чуть. Давайте. Я сегодня курсы прохожу. Так, хорошо. Подождите, ещё и травку. И травку ложечку. Давайте. Я люблю, когда пахнет всякой вкусной разной травой. Всё, хорош. Так. Всё закрываем, ещё раз перемешиваем. Значит, разбиваю три яйца, и мне нужен майонез. Майонез там. Сковородки это ваши прославленные? Да, прославленные наши, Верхоседского нашего завода. Хорошо. Смотрите, когда-то мы делали... В Москве обязательно куплю. Конечно, мы когда-то делали танки, теперь делаем ещё и сковородки. И это замечательно. Ну, это же не... Омлетовая масса, но с майонезом. Ещё, ещё, ещё. Обязательно. Это обязательно. Я люблю когда. Так, чуть-чуть посолим, сейчас тоже маленчик. А вот я, глядя на вас, ваша внешность, она такая очень яркая, как говорят, с яркой сценической внешностью. У меня такое ощущение, что задаётся, что вы откуда-то родом с Украины, нет? Нет, я из Питера, я коренная ленинградка. Правда? Да, и МХАТ приехал в Ленинград, а я заканчивала музыкальное училище по классу рояля, у меня родители музыканты. Помельче грибы сделала, это... Измельчить их? Да. Ну, так мы сейчас их измельчим. А я давайте покажу глазу. Я тоже его мелко-мелко, все эти грибы. Да, да, да. Ну, как я понял, значит, мама вас готовить не умеет. А нужно я попробую его? А, на язычок? Да. Соленый, да? Грамотно. Это не страшно, тут всё завернётся, поэтому... Конечно. То, что там развалился он у нас... Потом на среде это будет очень живописно всё. Да, да. Значит, папа готовил? Папа готовил. И столы праздничные? Папа готовил. На нём будет, да? Борщи. Борщи? Ну, в общем, да. А вы знаете... Всё грамотно. Значит, верхний кусок совершенно сырой. Да. Потом слой идёт ближе к наружному, так сказать, он будет уже фарш, который... Тоже сырой. Да, но быстрее готовится. А это я сейчас ложечкой положу. Можно? А вот. А дальше уже варёные практически продукты. Да. А дальше, то есть, это недолго будет там в духовке. Моренькие вот такие стекли. Да, я думаю, они правильно... Вот тёрочка. Да? Вот потрите мне немножечко сырой. Ещё знаете что? Вот у меня обещали мне чеснок сделать. Запросто. Это куда я... Мелко-мелко вот сюда тоже. Вот так вот просто немножечко чесночку. Так, давайте сделаем вот таким вот образом. Вот видите, я вот болтаю, болтаю с вами. Я солила это всё? Да. Вот это тоже солила? Да? И не раз. Так, это уже я просто, так сказать, совершенствую. Можно это не обязательно, что-то так. Я буду пахнуть чесноком? Для мужчин это нормально. И посыпем давайте сыром. Только в искусстве. Святая к музыке любовь. Вот сейчас самый важный момент. Смотрите, что мы делаем. Мы берём и заворачиваем. Понимаете, да? Ага. Вот так вот. А теперь мне нитки нужны. А вот он, с нитками. Так, нитки, хорошо бы... Это не те нитки. Нитки должны быть суровый толстый. Суровый? Какие есть у нас в третьем хирургическом отделении? Вот смотрите, это ничего. Знаешь, что я делаю? Вот я приготовила. Да? Вот он. Приготовленный сурый. Я его в фольгу и в морозилку. Ааа. И в любой момент, когда к вам кто-то приходит, вы достаёте вот этот кусок уже готовый в фольге. А? Всё. Всё, не будем за... Как-то это связано? И это тоже. Нет, видимо, в тот момент... Я уже сейчас, конечно, точно не помню, но, видимо, в тот момент я получил какое-то эстетическое удовольствие. Вот ты вспомнил на стройке... А данного... Монражником на стройке. И какие дома построили? Их очень много. А что, блисток не годит? Да я все дома построил в этом городе. Салат, я чувствую, сейчас тут это самое уже... Надо только следить, чтобы он не откусывал. Закуска будет готова через... Сосед справа. Через пять минут. Да я тебе помогаю, дурачков не будет. Свистеть надо. А денег не будет. А у него их и нету. У меня их нету. Так у меня не будет, а мы её и так далее. Да, есть. Надо сразу взять пять, чтобы не бегать за второй. Ага. Нет, по селёдке, в принципе, секрет, то, что я, например, просил принести ещё, когда мы здесь готовили все продукты молока, что если она сильно солёная, то её можно замочить в молоке. Ну, это знают практически все. Оставить там на часов, на полтора, на два. И она тут же превратится в нежную пряного посолу. Сарелебедь. Да. Ну, естественно, нужно, чтобы селёдку, когда вы смотрите, чтобы она не была вот такая рыхлая. Синяя. Чтобы она всё-таки максимально была плотненькая. И не ржавая. И не ржавая. И не ржавая. Да, не ржавая. И не ржавая. Ну, то есть селёдка, это как женщина. То есть должно быть два критерия у селёдки. Она должна вам нравиться, и она должна быть в вас. Не натирайте сыр. Так. Значит, сейчас я тут режу помидорчики. Вот ещё один помидорчик подрежу. Значит, я вам расскажу историю. Я снимал фильм на острове Сахалине, документальный фильм в 54-м году. И выяснилось, что на Сахалине нет томлета оператора Александра Кочеткова. И вдруг мы узнаём, что у сторожа в аэропорту гражданском есть куры. И, следовательно, есть яйца. Мы берём две бутылки спирта, потому что водки там тоже не было, был только спирт. И приезжаем к этому сторожу и говорим, не может ли его жена приготовить нам омлет. Ага. И вынимаем бутылку спирта. И мы говорим, мы заплатим, всё такое просто. Он говорит, ну, а может, из каких есть вам приготовить? Мы смотрим друг от друга и говорим, из 36 яиц. Он вздрогнул, врать не буду. И, значит, она приготовила нам омлет из 36 яиц. Ну, мне было тогда 26 лет. Или 27, что-то в этом духе. Ему столько же, он мой ровесник был. Ну, и... Мы съели омлет из 54 яиц на двоих. Что мама у нас запихла? Ничего, остались живы. И это у вас помидорчики. Знаете, эту частушку огурчики и помидорчики. Сталин первый убил в коридорчики. Вот вы сказали, мама готовила. А что у вас было любимое из блюд, то, что готовила мама? Опа, да, немножечко надо было погорячей, чтобы была сковородка. Я тут все-таки... Возможно, накладки. Есть. Пойдем посидим. Пойдемте пока.